Дорогие друзья, мы на экранах, это финал сегодняшнего дня Нон-стоп Энерджи Лига по Доте 2 в режиме турбомод Первая в мире лига именно по турбомоду в Доте Для вас комментировать финал сегодняшнего дня будет Антон Вандербраун Ватчестер Ванав Перенесемся к пикам моментально Да, будет у нас ДХ, ребята, которые наконец-то отошли до финала Сплатят столько турниров и вечные фавориты Коты Сразу же они тут берут своих дольных сильных как Keeper of the Light Потому что в целом это позабытый герой в нашем турнире Хотя вначале он блистал почти в каждом матче Ио все-таки появляется в пике, но Брестлбэк, как я понимаю, уже в бане Да, конечно А Фантом Ассасин тоже в бане или нет? Нет, Фантом Ассасин в принципе имеется, но Сларк... Ну да, и в основном на Фантом Ассасин играет Рикки Поэтому Севарекс это у них вроде как оффлейнер, если я не ошибаюсь Геопард пойдет в центр И это пауза стоит, да? Получается, что-то нет? Нет, подожди Да, пауза стоит, все правильно Ну что же, в любом случае будем... Что тут они могут взять? Им нужен, по сути, какой-то сильный... Нет, тут саппорт нужен Харда, нет? Так у них... Это будет... Что это? Ага, 100 генера и саппорта будет Слардар 4 Да, Слардар 4, геопард центр, мейн керри, Сларк и оффлейнер Вместе со Слардаром пойдет Вир Не знаю, очень слабо Потому что Ио, Сларк это очень слабая линия, добла Если будет Слардар, пойдет с ними, это значит, что Вивер будет в одиночку Вивер в одиночку не вытянет Винренджер в центре, ей сложно стоять против Эмберспирита Потому что Эмберспирит основно носит магический урон А Винренджер хороша только против физики Не знаю, у слабенького выглядит Дункан с Бестмастером не будет давать жить жития Рики И сейчас если возьмут еще какую-то сильную... Да, все это... Это будет очень сложно играть для DX Потому что Бестмастер вместе с Андайингом этот крайне сильно Сверху будет стоять ФСС Войт вместе с Кипером и Зелайтом Если еще Киперу отправиться в нижнюю линию в трипл сложную Нет, там надо Вивер, Вивер будет легко Нет, ну понятно, Вивер будет позже Позже, да Это будет крайне неприятно команде DX Но посмотрим, что у них получится вобще Перенесемся мы в игру Представим сразу же команды, чтобы долго не затягивать Надеемся, эта игра пройдет без лишних пауз Dark Passager будет играть на Киперов Зелайт На Бестмастере сыграет Дункан Дакари будет играть на Эмбер Спирит ФСС Войт исполнение от Клиберок Пусинка Пусинка будет играть на не менее приятном герое Андайинге Редкий герой Офлэйновый Вивер На нем будет исполнять Севарекс Рики будет играть на Саларке Как бы это странно не звучало Геопард будет исполнять на Вейн Рейнджер На центральной линии Ио будет играть на... Лаутико будет играть на Ио И сладкий Буболек будет исполнять на Рыбке Свардаре Вообще рыбная команда у них Сварк плюс Вардар И без замены у котов Ну Клиберок был уже, мы видели Ну Dark Cry мы видели раньше Он на первых турнирах Dark Cry, Dark Cry сказал Не знаю почему, но Ландер Край И уже коты показывают, что агрессия будет именно они, а не команда Дейс Это три руны для котов В принципе то, что мы говорили Но они решили немного изменить Кипер от Звайт будет стоять с Бестмастером А Undying будет прикрывать Фосис Вода И в принципе это неплохая идея Потому что Кипер от Зв... Вивер мог воевать с Кипером от Звайтом Но Вивер не может воевать с Undying С другой стороны Кипер от Звайт неплохо так усиливает Бестмастера на линии Поэтому очень грамотная расстановка по линиям Мне она нравится Сразу же под башней здесь останавливает Dark Cry своих крипов И реально просто потому что Геопард не смог хорошо остановить своих крипов Или что-то в таком стиле Но в любом случае ситуация довольно-таки неплохая для Геопарда Потому что он получил много крипов и денег Но с другой стороны под башней Поэтому добивать будет довольно-таки сложно Так как он рейнджевой герой Хотя и на смотрите добивает крипа за крипом Да, всех добил, Геопард молодец Стараются, стараются, игроки все-таки в финал Хочется выиграть Хочется одержать победу в сегодняшнем дне Это будет Как же Dark Passenger хочет очень быстро спушить эту линию А где Сларк? Сларк вообще был на нижней линии? И добили все-таки это было первое убийство против в этот Би В общем, Пассинка или в этот Би? Он подписан, как он у него в этот Би Мы знаем его как никнейм Пусинка Поэтому черт его знает Я не понял О, на любом случае это первое убийство Для DX Молодцы ребята Это будет Вивер Саппорт Привет, здравствуй Это Virtus.pro Другой личной давности Я еще Ливу исполнял Но у него татров рейнджер было И он сейчас стандарт С закупом на Явную четверку будет исполнять Роль Свои сложные виды Это тоже башня падает Ну, все-таки коты намного сильнее DX Что в личном скилле мне кажется, что в глобальной задунке Но выживать клейберок И Викей попадает по двум героям Восемь стаков уже умеется у него Попал с осадки боблях Садки боблях Может держать Но приход Вивера все-таки Немного облегчает ему жизнь И Размен пока что идет в один в один в один И Будет умирать Здесь еще и Дункан У Вивера Вы имеете еще и шикучее И много урона Так что Две секунды кулдауна Телепорт Подходит еще и Сларк Так что умирает Здесь еще и Дункан Но ты один товар Уже не вернуть Ходикс идет неплохо Игра Ребята молодцы Как минимум на равных Они стоят Но с другой стороны У них фундаментальная проблема с крипами Ошибки просто допускают Сларка три крипа У Вивера один крип Что происходит Денег нет Да Посмотрели мы только что Творцы И Только у Винрэнджер дела неплохи Потому что она даже Перестаивает До какой-то степени Эмберспирита в центре Эмберспирита уже нет регенерации Есть только стики А если у Винрэнджерка Эта регенерация Да у нее еще есть сальва Поэтому она сто процентов Филифайр Да Но с другой стороны Только что боту себе притащил Эмберспирит Поэтому у нее начнутся неплохо уже дела Половину здоровья Здесь теряет Севарекс Офлайновый Сейчас портящий Вивера Это конечно что-то новое Увеживает здесь он И так съел мангу И смог использовать невидимое Здесь ВСС Войт Пытается сражаться Но Как бы он не переоценив себя Darkrai в это время умирает Геопард все-таки Смог найти ключик Для убийства противника И он как раз использует Ту самую сальву Для того что он Остановит собственное здоровье Как львы Бьются у нас ДХ против котиков Получается Это у них иногда Иногда и не получается Сейчас будет выход Надунка Надунка остается на этой линии 1 Уже рядом Кот Он немножечко дальше Чтобы ему сейчас помочь Сладкий бублях Уже давал стан Так что может спокойно Телепортироваться без мастер Хватили урона А было ли пассивка У свардара Нет Нет Не было Даже надежды На то что пройдет баш И на нижней линии Сварк добивает Уже 6 крипов 10 крипов Седьмого добил До этих трех Да Я вот так именно считаю Поставился Пусинка Пусинка может умереть Умеряет Убирает ондайн И подставляется еще Съел стики Из-за этого выживает Остается Как он манси Как же он манси Салва очень Вовремя использована Молодец Мало здоровья Останавливается у тику Потому что еще Силу у него своровал ондайн В целом Сварк Наконец-то вернулся в игру У него уже больше крипов Чем у ФСС Вайда Что очень забавно Но к сожалению Так все же пребывает Умирает в ДТБ И за этом Зтят убивает Зомби Клиперок У него Крайне печальная ситуация Потому что если раньше Он хоть немного допивал крипов То сейчас Он к ним не имеет доступа Его даже обогнал тот же самый Сварк Зато Дункан чувствует себя Крайне уверенно На верхней линии Скоро будет приобретать себе Некриномикон Так что все Хорошо Драк пассажер 5 уровень Сейчас получением 6 Будет станет Еще легче А на нижней линии Будет продолжаться А Масфайты пока Не начнутся драки Именно 5 на 5 А И в какую сторону Нет Будем посмотреть Вивер приходит на верхнюю линию Чтобы получить В самом деле У Вивера Он собирается во фейнт Ну у них денег мало Все равно 9 крипов Но он принимал участие В убийствах У него счет 2-0-2 Это довольно таки много Винренж потерял почти все здоровье Но при этом Выжил Убегает на базу Снизу начинается макать между Керри ПСС Вайдом и Керри Сварков Что это за ошибка была только что Ставит как раз под башню Выходит из невидимости Сварк И должен здесь его добивать Баш за башем Баш за башем Еще один баш Еще один баш Пожалуйста баш Должны доказать На наглость этого Рики Должны наказать За наглость этого Рики Гонят за ним Нет баша Все еще Я размансил только что Его ушел в абсолютно другую сторону Не ожидал Такого действия От Рики Как Сварка не наказали за такую наглость? Это просто сумасшествие Повезло В это время кстати Дунку Он умирает на верхней линии Все таки Себя немного переоценил Использовал Шеклшот Виндрэнджер Для того чтобы поймать Эмбер Спирит Он не смог Промахнулся В это там выходит в это время Ио К сожалению Выдал свое местоположение С помощью духов И из-за этого ганг провалился Но Все равно тем менее он прогнал Эмбер Спирит Проигрывает уже значительно По крипам По сравнению со своим противником Разница в золоте Уже 1300 монет Что довольно таки много Ну на верхней линии У нас приходит Ио с ультимейтон Свардар Хотят здесь любить опять Дунка Найдунка здесь ко мне Скорее всего врет То что есть уже большое количество Минус брони Ондаинг понимает Что дело пахнет жареным Просто убегает Амрально делает Мог помочь немножечко Мог хотя бы Разменяться на Сардара У меня остается не так много здоровья А были Присутствовали здесь скрипы Так что был бы и подхил И был дикей В принципе Саевого сыграл Вот что можно сказать И Дакари чуть не погибает Надстралилиния От Геопарда Но не хватает урона Успевает Уражать ультимейт Эмберспирит и выживает Сларк на нижней линии Уже очень близок К покупке Шадов Блейда Но нужно еще все-таки Пофармить немножечко Крипов И у него будет ли это возможность Наверное да Поскольку подходят Его тиммейты Сатут Болех на Сардаре Уже заходит в спину Вражеской Майнфере И возможно это будет убийство Но отличный скан Позволяет вовремя Отойти к Клиберку Клиберок не попадает Под стан Сардара И возможно это будет Пайт на развороте Но не догадывается команда Что здесь есть Четыре вражеские героя Приходит до Кари Получает сразу урон Понимая что не по шансам Отходит Возможно здесь умрет Один лишь ондайнг Но ондайнг выживает Атака гепарда Геопард Получает урон Но все-таки выживает И начинается Поставится хороший трансфер Вдруг двух вражеских героев Но не пробивает Ни одного ни на второго Геопард должен погибать Погибает геопард Отличная игра от ондайнга Ондайнг попадает Под двум дикем Погибает еще и ИО И это размен Два в одного Остается здесь один Сларк И Сларк здесь тоже должен Направляться в таверну Оставит ли фраг Для Клиберка Клиберок Нет не убивает Убивает Клиберок Но это все-таки минус 3 Для команды Котов Если бы эта битва Вошла в историю Оно бы называлось бы Кровое побоище В лесу На нижней линии Потому что это серьезно Оно бы двигалось Больше минуты И при этом Растягивалось По всему эту лесу Все прятались Все выживали Действительно Поворотным моментом Стала хроносфера Но к сожалению В последнее время Достаточно урона Он Только недавно Начал возвращаться По деньгам Потому что Он не мог формить Но тем не менее 2000 монет Преимущество котов Это не так уже много Для девятой минуты В турбомоде Но все равно Показательно Теряют Хватку Уже Посмотрим Что они будут действовать Дальше Убили здесь все-таки Геопарда Дункан тоже должен здесь Умереть Не успел А стоп Это Телепортивался Висп Вражеской командой В новом случае Он не будет Это был бой Он играет Он играет А он играет С ключевым героем Хотя Рики Рубит Рубит И убивает Дункана Но На этом Качается все Его преимущества Очень сильно Замедленные Там были Свардары И Использовал Выкуп Геопард Но Одного его недостаточно Чтобы всех убить У Сварка не здорово Он вынужден возвращаться на базу Да Все-таки Дикс потеряли нить в этой игре И коты уверенно Начали возвращаться В игре В игру Возвращаться в матч И доминировать Уже это заметно Даже по предметам У ССВИДа Буквально недавно Забирать Интересный предмет Ну это правильный предмет Турбомоди И сейчас нужно Все-таки Отойти немножечко Команде котов Переждать кулдауны Всех своих Важнейших ультимейтов Эта хроносфера Которая будет Через 75 секунд Еще немножечко Нужно подождать Для Праймал Рора Все-таки 21 секунда Это тоже время Не нужно начать Драку До этого ультимейта Но они заходят На Т2 таверы Нижней линии Подходит в артар вешает Минус армор на Дункана Немножко пугает Вражескую команду Но не особо сильно И Я так понимаю Будет драка сейчас Без хроносферы В инвизе 2 Майнкерри Что одной команды Что другой Будет Лично драка Хорошая продувка От Отличное использование Своих способностей Геопард Погибает Моментально Поставился просто Неудачно Умирает еще И здесь Лордар Отличная игра Четвертой позиции Команды котов Будет погибать Здесь еще И Сларк Сларк Поставился Под связками Бриспирита Крайне Неудобный момент И лопается Здесь Висп Остается в живых Один вивер Который Абсолютно Ничего не сможет Представить Вражеской команде Так что это будет Минус Сторона Даже две Скорее всего Потому что там В любом случае Поставили специально Еще Томстоун Для того что точно Убереть Человек здесь вивер И вир должен здесь умирать Хотя смотрите Нет К сожалению он умирает Да конечно Пассивная способность Бистмастера Который ускоряет Делает атаки Быстрее Она конечно Очень сильно дисциплияет Можно видеть Как буквально эти башни Сыпятся за 2 секунды Это была драка Без хроносферы Хроносфера уже имеется В арсенале Уфисас Вайда Так что можно сейчас Удачно ее поставить И закончить эту игру Но все-таки команда решает Отойди немножечко назад Кстати я перепунул Придумал аганим сфер Сводится Правило что манта ставил Как бы это не стало ошибкой Ставит он неплохой Очень хроносферу Чуть-чуть не хватило Да К сожалению показалось мне что он поймал Свардана Он все-таки не поймал Это в одиночку сражается Рикки Это стало ошибкой Потому что он недостаточно флотный Для того чтобы выживать В таком ТУ Винранжер тоже почти умирает Дает оглушение Свардара Из-за этого его тоже спасает Но тем не менее Вивер, Винранжер и Свардар Те более еще Вивер здесь умер По центре вардом бегают Все-таки ребята забыли Что хорошие коллективы знают Как бороться с невидимостью Поэтому Да Не работает вся эта ситуация И умирает Здесь еще и Свардар Очень много урона имеется У команды котов Это минус 4 В живых остается одна Винранжер Очень хорошо связывает Но этого абсолютно не хватает И знаешь что я скажу Антону Все-таки был хороший трансфер Она разделила драку Да Сварк остался один Да Сварк остался один И команда не могла Отходить на помощь Отличный Дикей Очень много здоровья Забирает у вражеских героев Ондаинг Получает 3 700 здоровья Сам У Рикки такое ощущение 400 здоровья Каких-то условных 1400 Ну почти Тысяча больше И Праймарор Стирает с карты Как Виспад Так и Геопард Да Это ГВП наверное Уже для команды DX Напоминаем что это все БЛ3 Так что никуда не расходитесь Мы вернемся к вам очень быстро А первая карта Прошла пока что В сторону Котов 33000 преимущества На 13 минуте Отличная игра Коты показывают Кто хозяин В этом турнире Кто главный Претендент на победу В лан финале Да Давай посмотрим на графики Мне даже интересно Как долго DX держались И держались довольно таки долго Проблема в том что Они держались Они выигрывали Да Они до 9 минуты фактически Боролись на равных А потом уже пошло Поехало Мне даже интересно Вот пожалуйста Это просто какая-то Какая-то фундаментальная загадка Почему вот так вот Быстро выразила Но тем не менее DX молодцы Явно У них была какая-то задумка Хотя если честно Они и придерживались Пики мне понравились Значительно меньше По сравнению с предыдущими Играми Хотя с другой стороны Просто забанили Вот этих вот Бристалбеков Вот этих вот всех Они взяли Ио Непонятно под кого Возможно Слишком много невидимости Странное По линиям Они разошлись Один остался Сталдар Который Бивер Бивер Который Стоял снизу К нему потом пришел Сларк Тоже непонятно Но надеюсь На второй карте соберутся Команда DX И покажет Настоящую сильную игру А вы не переключайтесь Мы вернемся совсем скоро Да 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 Ребята Продолжение следует...